В рамках Чебоксарского экономического форума по традиции проходят круглые столы, семинары и деловые встречи. Импортозамещение – одна из основных тем. Сегодня эксперты обсуждали состояние российской промышленности и возможности регионов в условиях санкций. Уже очевидно, что российским регионам необходимо стать привлекательными для инвесторов. Развитие экспортный потенциал сейчас могут помочь только инновационные продукты. Импортозамещение, отмечают эксперты, это мощный стимул для развития внутренних резервов. Участники круглого стола отмечают, выигрыши останутся только те предприятия, которые сделали ставку на модернизацию технического процесса. Чувашские предприниматели эти возможности используют сполна. Чуваши уже участвуют в программах импортозамещения и интерес, который здесь мы видели на круглом столе, он очень живой. Я думаю, что все возможности, которые предоставляет федеральный центр, будут чувашским бизнесом просто высосаны до дна, высосаны полностью. Так что все возможности будут использоваться. Другое дело, что этих возможностей не так много, как иногда кажется. У нас не осуществляется масштабных программ модернизации инфраструктуры. У нас не осуществляется программ защиты рынка российского. Более того, российский рынок открыт на распашку. И при этом, естественно, он находится злоупотребляет своим положением без всяких ограничений практически. И в результате очень многие производства неконкурентоспособны. Эти проблемы разрешить возможно. Эксперты говорят, что на пути к замещению импорта необходимо сделать двойной маневр и устранить возможные риски. С одной стороны, переломить динамику инвестиций, которые устойчиво снижаются. С другой стороны, соответственно, не допустить того, чтобы деньги предприятия совсем жестко ломанулись в зарплатах. То есть нам, конечно, не следует допускать дальнейшего продажа. Они уже не на уровне. Регионам, отмечают эксперты, сейчас необходимо нацелиться на поддержку экспортно-ориентированных проектов. Но дело не только в идеях. Зачастую предприятиям сложно самостоятельно выйти на зарубежные рынки. Без центров экспортной поддержки регионам сейчас не обойтись. В России существует предприятие, единственное, которое производит пахарную технику. Ну, не все, а эти детали, вот эти детали, гидранты, там и так далее. А только предприятие. Мы обратились в 12 стран, и 4 уже подтвердили готовность без тендеров. Рассмотреть вопросы им загубок. Ну, как может предприятие, когда находится в Арзамасе, и которое, я не знаю, как там проделать эту некоррозную область, да, в ВСПО-фон-клайне. Оно понятие не в том, какие образы можно лицать. То есть я ему скажу, я подниму создавать такие структуры. Вот такая структура сегодня имеется, ну, одна из немногих, по-моему, регионов, это в Чебоксаре. Для иностранных инвесторов регионы становятся привлекательными, говорят участники круглого стола. Эту тенденцию сохранить удастся, уверены эксперты. Но ключом к успешному будущему могут стать только инвестиционные проекты. Медрик Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.